В списке успешно работающих в специальной экономической зоне «Онтустык» предприятий ТО «Хлопкопромцеллюлоза». Это завод по производству гигроскопической ваты, хлопковой целлюлозы и технической карбоксилметилцеллюлозы из хлопка, содержащего сырья. Он ходит в группу компаний «Хлопкопром» занятых в сфере хлопкового кластера Казахстана. Прошлый год для нас был успешным. Несмотря на кризис, мы сохранили рабочие места. 250 человек работают на производстве. Наша продукция пользуется высоким спросом и экспортируется за рубеж. Ведутся переговоры с Китаем, Ираном и Россией. В первую половину текущего года запланировали расширение производства и думаем выйти на полную мощность. А это значит, дополнительно 120 южан будут обеспечены постоянной работой. Залогом стабильной работы является чёткая организация планирования производственного процесса. Деятельность компании охватывает все виды работ, связанных с хлопком. От выращивания на собственных полях до очистки и глубокой переработки на собственных предприятиях. Мы полностью обеспечены сырьём. У нас есть собственные поля, где крестьянские хозяйства выращивают хлопок. Выполняя заказы завода, сельчане также обеспечены стабильным заработком. Скоро начнутся весеннеполевые работы. Сейчас идёт подготовка техники и семян. Ещё одно производство в южном регионе – комбинат «Фараб» имеет развитую инфраструктуру, позволяющую самостоятельно обеспечить полный цикл производства ватной продукции, начиная с обработки хлопка сырца и заканчивая упаковкой готовой продукции. Комбинат расположен в городе Туркестан и занимает площадь 9 гектаров. Медицинскую вату начали выпускать с 2004 года. Вначале работало 18 человек, сейчас работает свыше 150 человек. Больше 10 лет выпускаем из хлопка сырца первого сорта готовой продукции. Однако не так всё гладко в этой отрасли. Из-за отсутствия качественного сырья хлопка сырца предпринимателям приходится закупать его за рубежом. Мы выпускаем полотенца и банные халаты, сырьё для производства закупаем в Туркменистане. Отправляем хлопок туда, и они нам готовят ткани. Предприниматели понимают, что завоз сырья из-за границы отразится на себестоимости продукции, и поэтому в данное время решают вопросы обеспечения местным сырьём.